Мне вся музыка нравится. Единственное критерий, по которым я разделяю, хорошая и плохая, это параметр поверхностная музыка, которая написана либо очень быстро, либо, ну, видно, что автор не вдумывался. Как бы и поп-музыка может быть сложной и качественной, и академическая музыка может быть простой и ничего не нести в себе. Ну, простой в смысле опять-таки поверхностный. Вот минимализм – простая музыка, его можно опять-таки написать. Сложно и, ну, не сложно, насыщенной информацией, которую не оставляет зрителя равнодушным. Или же много нот – мало музыки, много воды – мало содержания. Но опять же, такая музыка мне ненавистна. Мне становится скучно, я не могу понять, о чем говорит она. Я начинаю тогда паниковать. То ли я не могу понять замысел автора, то ли просто это у него работа не удалась. Ну, такое бывает очень редко. А, ну, если так вот по чесноку, есть вот один такой стиль, называется «блатной шансон». И опять-таки у меня предвзятое мнение, просто был один период, когда я работал на заводе, и меня мой начальник подвозил, так он просто все время слушал одну и ту же песню. Поэтому, я думаю, если бы он разные ставил, у меня бы тоже не было ничего такого предвзятого. Раз музыкант профессиональный, он не может сыграть плохо. Он может сыграть либо хорошо, либо отлично. То есть, когда он играет хорошо, он просто делает то, что написано в нотах. Когда он играет отлично, он еще туда себя вкладывает. И это тоже большой вопрос, нужно ли это. Есть музыка, которую нужно просто исполнить, как она написана. Если начинает интерпретировать, там уже возникают вопросы. Но я не сталкивался с тем, когда исполнение порт. Классической музыке, ну, музыки барокко, самого классицизма и даже романтизма, хотя романтизма нет, барокко и классицизма, автора довольно мало. Там очень много пространства, куда интерпретатор может себя вписать. Поэтому ее можно сыграть хорошо, ее можно сыграть плохо. А современная музыка, она... Потому что требования современной музыки, все должно быть написано. Там просто выполняешь то, что есть, и все получается. И дирижирование даже отличается. Как вот дирижируют романтизм или Моцарта. А современная музыка – это просто четкое тактирование, чтобы все поняли, когда вступили. Если там что-то начинается, музыка уже начинает терять. А где ты учился музыку? Здесь, вначале на Югле, в музыкальной школе, номер 5. Потом в Эмила Дарзине. Потом закончил Академию Латвийскую. И бакалавр, и магистры. У меня вообще музыкантов нет в семье. Мама у меня физик-ядерщик, бабушка химик, отец инженер. Мне просто нравилась музыка. Мне мама с детства много ставила пластинок. И мне интересно было, как оно получается. Семиструнная гитара висела на стене. Я ее брал, что-то пытался сыграть. У меня даже близко не получалось никакой музыки. И когда возможность появилась, вначале частным образом в общеобразовательной школе. Что-то наподобие кружка. Тогда я начал заниматься. Сразу узнал, что такое ноты, как это получается. Меня там подготовили к музыкальной школе. И вот я поступил. И тогда уже сразу понял, что не буду пианистом, а буду именно композитором. Моя любимая пластинка на тот момент была Александра Градского. «Сама жизнь». Как бы что-то... Ну, русский рок. И еще одна пластинка была композиторов 20 века. Там несколько их было. Чарльз Айвс. Вот его произведение, помню, там, произведение для скрипки и фортепиано. И еще кто-то был. И еще вот пластинка Чирлёниса мне запомнилась. Я их даже до сих пор время от времени слушаю. Ну, и так-то много было всяких пугачев и так далее. Но вот эти три мне очень понравились. А они остались тут. В музыке есть любовь с первого взгляда. По сути, если произведение мне нравится, но я хочу в него углубиться, тогда я его много раз слушаю. С первого раза понятно, нравится, не нравится. Был ряд музык, которым мне пришлось искать ключ. Вначале вот что-то мне не нравится, но я знаю, что эта музыка хорошая, что-то мне подсказывает. И я начинал слушаться. Например? Вот одно произведение Джона Адамса было. Американский минималист. Наивная и сентиментальная музыка. Вот тогда у меня был такой вот диалог. Непонятно. Но тогда я понял, и очень-очень хорошее произведение в итоге оказалось. Ну, так, по сути, с первого раза. Я родился уже в это время. И было понятие модная музыка, которую слушают все в плеерах. И музыка, которая не модная. Но у меня как раз вот в этом момент был протест. Я когда узнал об академической музыке, я вообще забыл, что такое рок-музыка. Поп-музыка для меня тогда вообще не существовала. Это был период с 10 до 16 лет. Я слушал только сложную академическую музыку. Мне дарили записи Петерис Васкс, мой учитель. Вилны Шмидберг, тоже мой учитель. Борис Александрович Оврамец. Он меня никогда не преподавал, но мы дружили. Я только такую музыку слушал. И на тот момент тех, кто слушал рок-музыку или вот что-то такое более регулярное, я считал ум всю на отсталом. Я с ними не общался. Они не понимали. Они думали, что я слушаю классику. Но Штокхаузен – это не классика, это современная классика. Брали у меня наушник и вообще не понимали, что я слушаю. Они не могли сказать, что я старомоден, потому что я слушаю Кобзона или Моцарта. Они не могли сказать, что я новомодный, потому что я не слушал то, что они слушают. Я слушал что-то такое, о чем даже никто не знал. Потом, только в 16 лет, я начал открывать для себя регулярную музыку. Когда мне было 12 лет, это был 2002 год, первый фестиваль был – «Арена» и «Сканиумерс». Тогда я открыл для себя электроакустическую музыку. Она мне была очень интересна. Потом я узнал о таком мероприятии или форуме «Штурм», который у нас проводится. Потому что там выступали те же люди. Я помню две группы – «Алемистро» и «Бородархо». Они вот тогда выступали на «Сканиумерс», и потом я увидел афишу – они выступают на «Штурме». А там уже была более регулярная музыка, даже в какой-то степени танцевальная. Но я не сказал себе, что «Ай, ай». Я решил углубиться, потому что раз эти люди играют такую сложную электронную музыку экспериментальную, значит, здесь тоже что-то есть. И тогда я начал открывать для себя вот такое. Сейчас я даже сам играю техно порой. Ну, у меня своеобразная, скажем, техно. То есть, тогда вот где-то с 12 по 16 лет, но вот с 16 лет я до конца открылся на так называемую регулярную музыку и понял, что она вся едина. Нельзя ее так делить. Вот тот же минимализм Стива Райха, Терри Райли, если это переложить с оркестра на тембра этих аналоговых синтезаторов, это то же самое техно и получится. Вот просто взять те же ноты, хоть даже через миди пропустить – это будет техно. То есть, техно, оно и от минимализма произошло. Вот американский минимализм, регулярная музыка, индийские раги, вот это медитация, и тогда вот оно и пошло. То есть, техно, он и есть как от академической музыки. Поэтому этому стилю, жанру он мне симпатичен. И мне учитель всегда говорил, эта музыка была 100 лет назад, эта музыка была 200 лет назад, тебе нужно послушать вот это. Дал мне записи, я вначале просто с ума сошел, думаю, что там такое. Потом я открыл себе это и понял, что вот это вот высшее воплощение этой музыки. И как бы я не любил техно и все остальное, я все равно буду всегда считать, что они на голову ниже сложной академической музыки. Мне сцена с детства нравилась, и мне нравилось выступать, но у меня одна проблема – я очень волнуюсь. Просто нереально. Раньше я волновался, когда я играл чужие произведения наизусть. Потом я стал волноваться, когда свои стал произведения играть. Потом я стал свои произведения играть по нотам. И все равно волнуюсь. У меня вот было, я написал фортепианный концерт для струнного оркестра. И, в общем, я поздно закончил, я не мог найти пианиста, надо было самому играть. А там написано было очень сложно. Ну, вот с тех пор у меня как-то любовь к сцене начала сходить на нет. Но все равно мне и так получается время от времени играть. Я вот участвую в разных перформансах, с поэтами, электронную музыку играю. На фортепианной, разумеется, играю реже и реже. Но вот мне нравится, когда вот меня играют, а ты свою работу сделаешь, можешь просто посидеть в зале. И даже теперь я даже в этом случае стал, начал волноваться. Недавно исполняли в Лепо и мой вокальный концерт. Концерт для вокала с оркестром. Я сидел в зале, просто слушал, потому что вся работа была сделана. И вот тогда я начал даже из-за этого волноваться. Солистка вышла, я... Там, грубо говоря, как бы она текст не заб... Ну, всякие мысли проносятся. Иногда, только написав, мне кажется, господи, что я написал? Ну, надо отдать музыкантам. И потом, когда спустя какое-то время они его исполняют, я думаю, ооо... А там были интересные идеи, надо будет опять посмотреть ноты, что же я там такое сделал. Иногда кажется наоборот, что ой, тут надо было доработать, тут... Ну, как правило, как правило, я, в принципе, знаю, что я делаю, знаю, что я пишу. Неудовлетворенность есть, что-то доработать хочется, но в основном я знаю, что я сделал. Как бы работа сделана, и то, что надо улучшить, я как бы переношу на другую работу. Что вот эти-эти параметры надо улучшить, но здесь я уже улучшать не буду. Этому произведению я скажу пока. И следующее уже буду улучшать. Это еще обусловлено тем, что, как правило, произведения, которые я пишу, они звучат максимум два раза. Я его могу улучшить, да, но его никто потом все равно не исполнит. Вот я не знаю, здесь то ли система такая. Как правило, каждый раз, когда произведение играет, надо новое писать. Раз новое написал, потом следующий концерт или там фестиваль, уже не возьмут твое произведение второй раз, надо опять новое писать. Единственное, здесь есть ряд камерных ансамблей, которые сами заинтересованы в создании своего репертуара, тогда они его включают в репертуар и играют его несколько раз. А так у меня было много таких больших опусов, которые были исполнены один, там, максимум два раза. И то есть, когда я в следующий раз обращаюсь, или там они ко мне обращаются, надо опять новое писать. Ну, вот где-где в Латвии с культурой все нормально. Ну, кто они? Ну, те, кто вот рядом живет в досягаемости глаз, это они и есть. И раньше, я помню, вот Удис Кришинист, такой пианист, он организовал концерты современной музыки в Новом Рижском театре. Бесплатные. Вначале приходило 10 человек, 20. Потом стало приходить 100 и больше даже. Но это... И сейчас вот я смотрю, такие концерты сложной музыки, даже за деньги людям интересно, они туда ходят. Вот еще где-то 10 лет назад такого не было. То есть, открыли для себя. Это здорово, что и СМИ помогают, эти концерты все транслируются. И по радио, и по телевизору. Это приятно. Нет такого культа, что, ай, это сложная музыка, а мы вот будем играть шансон. Я все время, да, я пытаюсь что-то новое найти. Но вот если так посмотреть на произведение, которое я написал, они довольно-таки насыщены шаблонами. Ну, это как уже потом выясняется, как взгляд назад. Кажется, что-то новое пишешь? А нет. Ну, может быть, у меня свой почерк уже выработался. Я не знаю, стоит ли его ломать. Ну, вот по жанровости, да. Я и электронную музыку стараюсь писать, и то, что нотами пишется, и играть, и техно. И вот сейчас я начал синтезаторы осваивать, аналоговые, и модульные. Вот латвийская фирма Erika Sins делает модульные. Они новые, они сделаны сейчас, но это... Я даже не скажу, что это винтажная техника, это современная, серьезная техника, только она вот по, ну, на аналоговых схемах основах. Вот я с компьютера и начинал электроакустическую музыку делать. Я использую программу MaxMSP, сам программирую. Ну, в принципе, все академические композиторы, кто пишет электронную музыку, это для них стандарт. Все ее используют. Линда Леймэн и Якобс Ниманис, Андрис Зенитес. Все. Сейчас я тоже пишу произведение для восьми голосов женских и электроники. Группа Путный будет исполнять, и электроника тоже актофоническая. Тоже через эту программу все. Я хочу, чтобы моя музыка исполнялась и не один раз. Поэтому я стараюсь максимально упростить, чтобы исполнителю нравилось. Вот на меня зрители жаловали, что иногда написано слишком просто. Особенно те, которые там ждали от меня вот очередного чего-то такого, у меня там слишком просто. Потому что вот одно произведение для хора я написал, но мне сказали, я как бы стараюсь слушать заказчика или того, кто просит написать. У нас хор тут такой, напиши максимально просто, максимально так. Ну, хорошо, я написал. Я, в принципе, сделал, чтобы попросили. А потом от зрителей и от критиков получил. То есть тоже вопрос того, что мне конкретно надо и что от меня просят. надо баланс найти. Нельзя слушать на 100%. Потому что сказать-то можно все, что угодно, а музыка-то в итоге моя. Я буду ответственный за все крайний, так называемый. Я всегда работаю в сжатые сроки, у меня порой не бывает времени. Поэтому, если я сомневаюсь, можно ли это сыграть, я либо записываю примерно то же самое, зная, что это действительно можно сыграть, либо очень. Я всегда активно слушаю, собираю записи, стараюсь максимально посещать. Мне интересно, как пишут те, кто рядом. Ну, с композиторами тут все в порядке. Все пишут хорошо. Музыка всем нравится. Единственное, что сама страна маленькая. У нас здесь камерных ансамблей меньше, чем оркестров. Ну, или, по крайней мере, столько же. Три с половиной. А композиторов у нас, вот начиная просто с композиторов 70-х, те, кто родили 70-х, их уже там штук восемь. И каждый год консерватория выплевывает еще по два. Да, некоторые остаются, некоторые не остаются, но композиторов на единицу исполнителей довольно-таки много. Даже, можно сказать, очень много. Ну, вот у нас куча композиторов, да, и два пианиста. Вестер Шинкус, Ренни Заринч. Ну, там еще есть хорошее. Осокин. Ну, ладно, не факт, все равно их не так много, как композиторов. Композиторов у нас много, а у нас сколько? Лепайский симфонический, латвийский национальный, симфонета Рига, оперный. Оперный, можно сказать, что он не всегда считается. Поэтому и говорю три с половиной. Камерный ансамбль. Альтера Веритес, Лэтвин Саунд Квартет. Ну, ладно, ряд камерных ансамблей при симфонии Тириги. Трио Артишок. Опять три с половиной. А композиторов у нас гораздо больше. То есть, ладно, нам нужно больше исполнителей. Да, но тогда им нужно будет больше концертных залов. А хватит ли в Латвии людей, которые будут ходить на все эти концертные залы? Вот тут уже вопрос. То есть, сам масштаб отменьшают. Я вот пока работаю только в Латвии, но вот есть другие, которым здесь просто не хватает. Они пишут больше, чем здесь есть слушателей. Не то, что исполнители, а слушателей. И, разумеется, просто чисто объективно у них музыка начинает исполняться по всему миру. Ну, исполнители, да, уезжают, но, опять же, это обусловлено тем, что сколько у нас концертных залов. Поэтому хорошо хоть есть Европа. Я вообще не понимаю, зачем нужны границы, эти все деления на страны. Должны быть этнические центры, культурные, свой язык, своя культура. А вот эти все границы, это все атавизм прошлого. Искусство просто тормозится. Потому что вот академическая музыка, в которой мы все работаем, это не латвийская академическая музыка, это европейская традиция, которая там зародилась где-то там в Италии и Франции, продолжалась в Германии, и сейчас в ней работает вся Европа, вся Америка, Россия, что нет российской академической музыки, она тоже вся европейская. И интересует поэзия, ну, как правило, друзья, знакомые меня зовут. Началось это все на ВЭФе в культурном центре Total Dobja. Каспарс Лелгалюс устраивал вечера импровизации, просто звал людей из разных сфер. И вот у меня было, что я перформанс я играю, девушка лепит скульптуру или там рисуется картина. вот с поэтами, потому что поэзия это, в принципе, одна из форм музыки, я так считаю. Поэт, разумеется, считает, что музыка одна из форм поэзии. Ну, я как музыкант тексты, стихов называю партитурами. Ну, и получилось, что очень хорошо мне нравится импровизировать, но это не фиксированная композиция, это, как правило, импровизация, где форму определяет сам стих, то, что читает поэт, потому что поэт, как правило, не импровизирует, он уже готовые тексты зачитывает, исполняет. А я играю то, что он исполняет. Трактуют в музыку, так сказать. Мне вот, да, с Рутой Межевилкой я помню, выступал тогда, с Канью Межес, это тоже один из первых был, из первых проб моих в этой сфере. Тогда я детально разобрал каждый стих и из них сделал музыкальные структуры еще перед выступлением. Но, опять же, я не нотировал точно, получилось что-то наподобие ограниченной импровизации, где форму даже в какой-то степени звука и высотности определяет стих. Импровизация у меня всегда интуитивная. вот в композиции я использую техники и и то у меня математическое с интуитивным всегда перемешано. Так получается просто, я не ставлю себе такую задачу. А импровизация у меня всегда интуитивная. с поэтами я работаю современными, а современная поэзия не столь иллюстративна, как поэзия, скажем, 19 века. На более высоком, ну и так же и музыка не иллюстративна. допустим, раньше, когда играла музыка, сразу понятно, здесь раскаты грома, здесь лес, здесь речка, здесь солнышко у нас стало. А современную музыку, вот она может понравиться одновременно десяти людям. Но если спросить у каждого, один скажет это произведение про войну, про то, про это, другой скажет это феерия солнца, и у каждого будет свое мнение. То есть в 20 веке после экспрессионистов музыка стала независимым миром, который не отражает то, что мы видим вокруг, а который само показывает человеку. И каждый по мере своей подготовленности, скажем так, видит свое. Вот это, по-моему, очень интересно. Ну и вот так же с поэтами. Я работаю над созданием настроения. В принципе, в какой-то степени музыка 20 века произошла от романтизма. Но все равно в каком-то плане там был резкий перелом, и она чуть ли там не создавалась заново. А сейчас этого резкого перелома нет. Она просто стала более красочной, более ритмически сложной. Возникло много направлений пост нео, то есть возвращение к тому, что было, потому что музыка это как бесконечный алфавит. Ты говоришь первую букву, вторую, там 33 буквы алфавита, и каждый раз ты называешь новую. Но есть это вот авангардисты, те, которые все время вперед идут. Ну и сейчас вот чем отличается музыка сейчас от музыки тогда, вот этих нео очень много. но опять же эти все нео они в 50-60-х годах возникли. Ну так по классификации новейшая музыка она 75-го года начинается. С появлением компьютера, спектралистов, четверть штанов и море другого всего. то есть она усложняется. Вот допустим вот это все четвертона начали специальные таблицы сейчас выпускать для духовых с четвертитоновой аппликатурой. Но опять же не сейчас в 70-х. Благодаря компьютеру можно рассчитать нотный текст, инструментацию, это все записать в нотах. То есть это не электроакустическая музыка, это алгоритмическая композиция. Ну следующий я думаю будет очень нескоро. И я не знаю какой он будет. Потому что тогда была грубо говоря мелодическая музыка со строгой гармонией структуры и потом на никакой гармонии тени структуры и из этого сейчас стала вырисовываться структура и гармония но это гармония спектральная четвертитоновая эти структуры гораздо более сложные чем та сонатная форма и какой еще может перелом быть но я вижу такой перелом когда все скажут нет и будет вот один звук а не гармония один рисунок но это в принципе делали минималисты в 50-х годах как протест к сложности музыки то есть ломаться уже некуда тишина тишина тоже была единственное что не знаю музыка космических сфер сейчас оно все разноплановое если раньше был барокко как глобальный такой он сменился классицизм романтизм потом и потом музыка 20 века и потом сейчас просто современная музыка когда все эти стили и рок и поп музыка и сложная и простая и минимализм и клубная оно все сейчас одновременно нет в стиле который доминирует сейчас нельзя сказать что у нас ну да у нас модернизм но сейчас нельзя сказать что у нас эпоха этой сложной академической музыки это только один из эпизодов того что сейчас происходит у нас нельзя сказать что сейчас эпоха поп музыки и клубной потому что да ее больше по телевизору показывает поэтому это как один из факторов то что она более наседает но опять же это один только из эпизодов и но сейчас вот я не знаю может быть перелом точно не будет скоро и куда он переломается это время покажет не одно поколение я думаю сменится когда там что-то произойдет вот до того что чуть ли не тысячу лет